здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами Михаил Смансарев сегодня мы изготовим вот из этого кусочка пенопласта поплавок для блеснения но для начала мы как я уже и показывал трубочкой просверливаем отверстие ну вроде до сверлились нормально теперь необходимо обработать заготовку в токарном станке по дереву а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой у нас получается обратный грибочек Теперь надо его обработать наждачной бумагой Субтитры сделал DimaTorzok Теперь обрабатываю меленькой наждачной бумагой Притупить кромочку, она потом будет обламываться Все, теперь надо его чуть-чуть подрепить, буквально немножко Вот я уже его обточил, поставил на оську слабенько Теперь можно его еще погонять наждачной бумагой Но обратите внимание, что он получается в виде такого грибка Работать он будет в перевернутом виде Субтитры сделал DimaTorzok Далее берем палочку от чупа-чупса Прогреваем, чтобы такой бортик получился Вот так вот она будет стоять Теперь берем просто вот такой вот клей Момент монтаж Промазываем Здесь суперклеем не пойдет Или моментом простым Потому что пенопласт будет разъедаться После этого надо весь пополок пройти Грутовым таким слоем Все, теперь дадим ему высохнуть После этого необходимо отрезать излишек нашей палочки от чупа-чупса В принципе Этот пополок можно и не красить Но здесь он очень беленький Поэтому я его покрашу Покрасим мы его в черно-красный цвет Еще раз Хочу заметить, что он у нас будет работать наоборот Кверху ножкой этот грибочек Вот видите, за счет защиты Клеемомента У нас краска не разъедает Пенопласт И низ покрасим Черным цветом Так, теперь пришло время Относить нашу удочку Ну вот здесь я уже Поставил один стопорок Затем я ставлю Шарик Затем Попололок Наш для блеснения И теперь ставлю Привязываю Вот такой карабинчик Маленький Вот у нас И вот здесь Удочка оснащена. Использую я блесна. Вот такая вот планирующая блесненькая. Очень хорошая на окушка и на ротанчика, которую я ловлю. Вот такая вот небольшая семечка, тоже отлично ловит. Вот такая вот блесненькая у меня, титановая есть. Отличая это тем, что более легкая. Вот такая блесненькая у меня есть, надо такую мне делать срочно. Еще может быть даже пара себя зарекомендовала просто прекрасно. При ловле корешки на блесной зимой. И вот такая у меня есть зеркальная блесненькая. Тоже неплохо себя зарекомендовала именно по ловле ротана на блесну с поплавком. Ловли на этот поплавок и блесненькую. Вот так происходит. То есть мы просто его забрасываем. Можно через себя, можно по удочному. И вот он встал. Блесна внизу. Потихонечку поддернули. Коротенький рывочек. Поплавок лег на бок. Грибком зацепился за воду. Мы его почти не протаскиваем. А приподнимаем блесну. Когда блесна падает вниз, она отыгрывает. По поплавку это видно. Ну и как в блеснении в любом. Рывочек, потом пауза. Вот я увидел здесь рыбку. Гуляет. Туда могу подойти. Вот он, видите, ротанчик. И сторонник у него в пасте. С вами был Михаил Смансарев. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Так как я хочу сделать по поплавкам целую серию видео. Потому что у меня есть много интересных моделей. Которые я использую в рыбалке. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok